Итак, движение начинаем от посёлка Кэмилон и направляемся к одному очень известному сооружению, расположенному в центральной части Шотландии в районе Фолкерк. Эта конструкция имеет 116 футов или 35 метров в высоту, а сам дизайн включает двуглавый кельтский топор, грибной корабль и грудную клетку кита. Судоподъёмник соединяет каналы Форс и Клайт с каналом Юнион. Всем большой привет! И вот я стою не просто возле чуда инженерной техники, а возле целого произведения искусства. Колесо Фолкерк – первый и единственный в мире вращающийся лодочный судоподъёмник, который позволяет осуществлять навигацию от морского побережья до центральной части Шотландии. Название колесо «Фолкерк» по-английски «Фолкерк Уэлл» не случайно, ибо выглядит судоподъёмник как два соединённых между собой колеса неправильной формы. Напоминает кельтский топор. По диаметру друг напротив друга расположены два огромных ковша, один напротив верхнего канала, другой на уровне нижнего. В оба ковша заходят кораблики, которым нужно продолжить плавание в следующем канале, то есть первому нужно из верхнего в нижний, второму наоборот. Подъёмник рассчитан на суда весом от 50 до 600 тонн, поэтому к восторгу туристов им пользуются в прогулочные катера. Ходят круизы, которые длятся час, и при этом кораблики два раза поворачиваются на колесе, так как идут туда-обратно. В тёплую погоду можно полежать на довольно большой лужайке перед колесом и полюбоваться на эту громадину. Об этом сооружении написано во всех путеводителях. Круиз по озеру с подъёмом и спуском. Мы скоро, через несколько минут, будем подниматься наверх. Это называется подъём на небо. Вот. Вот на том маленьком катерке кораблики, который... Ну, его не видно отсюда, конечно. Потом покажем. Вес обоих ковшей выравнивается с помощью воды. Затем в верхний ковш начинают добавлять воду дополнительно, и он под силой тяжести опускается вниз. В итоге, дополнительной электрической энергии на поворот такой огромной махины затрачивается всего, как на кипячение восьми чайников с водой. Вот это вот место посадки. Сейчас в небо полетит. Как написано в путеводителе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и вот, пока сюда шёл, погода была ужасная. А сейчас прекрасная. Очень жалко, но надо уезжать назад. Ну, ничего. Ещё вернёмся, и скоро следующее путешествие будет к стене Антонио. Антонио. Она находится вон там, чуть выше. В этот раз не попали. Жалко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok